Украинформ. Украина. Украина не позволит российским фейкам влиять на позиции государств и международных организаций. Юрий Банахевич. Украинформ. Украина. 28 сентября 2019 года. В Варшаве вторую неделю подряд продолжается ежегодное совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств участников в области прав человека и основополагающих свобод, верховенства права, демократии, толерантности и недискриминации. Участие в мероприятии принимают официальные делегации 57 стран организации, в том числе и Украины, а также представители общественного сектора. В кулуарах форума на вопросы собственного корреспондента Украинформа согласился ответить участник совещания, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Позиция Украины на международных площадках в деле России должна быть проактивной. Антон, на этом совещании можно наблюдать заселье разных активистов, которые приехали из РФ, а также из оккупированного Крыма, которые в один голос говорят не о проблемах России, а о том, как там хорошо, что Крым российский, и что нужно обращать внимание на нарушение прав и свобод на Украине. Фактически это люди, которые полностью управляются российскими властями. Должна ли ОБСЕ как-то регулировать количество и качество участников на такого рода международных площадках? Формат ежегодного совещания по человеческому измерению ОБСЕ именно такой, что предусматривает саморегистрацию неправительственных организаций. Члены любой организации могут сюда приехать, зарегистрироваться, оплатить свою поездку и брать участие в заседаниях. Это такой максимально демократичный и либеральный подход, который дает возможность многим представителям общественности попасть на это совещание и на все мероприятия, которые происходят в его рамках. Соответственно, это также несет определенную угрозу, ведь здесь действительно есть организации, которые заведомо имеют определенную политическую позицию, педалируют ее, рассказывая с года в год о том, как хорошо в России и плохо на Украине. Это такая площадка. Украине надо принимать активное участие в таких мероприятиях, ведь надо отвечать на эти утверждения, вызовы и угрозы. Поэтому позиция украинской делегации должна быть активной, и ее должны здесь услышать. Несмотря на то, что пророссийских организаций абсолютное большинство среди всех, кто приехал в Варшаву, по крайней мере, так это ощущается, работа ОБСЕ базируется на своих принципах, которые были изложены еще в 1975 году Хельсинским совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эти принципы – это защита территориальной целостности, нерушимость государственных границ, суверенное равенство государств. Поэтому, с одной стороны это совещание может быть хорошей картинкой для российских СМИ, площадкой для российских политиков или активистов. Но с другой, ОБСЕ все равно не признает изменение статуса Крыма, ведь Крым – украинская территория на основе принципов, на которых была создана и функционирует эта организация. Что может дать России эта тактика, назовем так, массированные бомбардировки ОБСЕ месседжами, по сути, фейковых активистов проправительственных организаций? И как можно предотвратить распространение этих лживых тезисов? Россияне просто используют площадки, на которых они могут позволить себе участие таких активистов. Ежегодное совещание ОБСЕ предоставляет такую возможность. С точки зрения их политики, наверное, это правильно, найти одну из немногих площадок, на которой можно говорить о каких-то вещах относительно Крыма, поскольку мы понимаем, что все вопросы относительно Крыма на международной арене может поднимать только Украина. Но Украина прекрасно понимает эти угрозы и вызовы, природу Варшавского ежегодного совещания по человеческому измерению. Поэтому мы абсолютно не дадим этим российским фейкам и неправдивым историям влиять на точку зрения государств и международных организаций. Любая попытка изменения названия Крыма абсолютно неправомерна. Во время своего выступления на этом совещании ОБСЕ Уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что в России и оккупированном Крыму находится еще 113 украинских политзаключенных, из которых 89 – это крымские татары. Что Украина сегодня может сделать, чтобы ускорить процесс их освобождения и возвращения этих людей на Украину? Я думаю, что пример освобождения 7 сентября 35 граждан Украины, которым занималась команда из Офиса Президента, четко показал, что президент может ставить такие задачи, а команда Офиса Президента может их решать. Да, больше 100 наших граждан в плену, большинство из которых – крымские татары. Многие из них – это фигуранты фейковых дел Пахис Путь Тахрир, запрещенная в РФ террористическая организация, примечания редакторов, и других дел, связанных с так называемым экстремизмом или терроризмом. Украина уделяет внимание этому вопросу. Президент четко отметил, что для него жизнь человека, гражданина Украины – наивысшая ценность. Поэтому Украина работает в этом направлении. Недавно представители оккупационной власти Крыма, в частности так называемый постпред президента России в Крыму Георгий Мурадов, заявили о том, что вторым официальным названием Крыма должна быть Таврида. Крымские татары считают это опасным явлением, поскольку оно может привести к их дальнейшей маргинализации в Крыму и даже стать началом пути к отмене санкций против России. Как вы оцениваете, какова угроза от таких инициатив России? Мы слышали много от оккупационной власти, например то, что Северокрымский канал, согласно международному праву, должен иметь статус международного. Это абсолютная чушь, ведь это инфраструктурная единица Украины, так же как, например, трасса Киев-Одесса. Теперь мы видим, что они переходят к новому этапу информационных мероприятий, что, мол, Крым надо переименовать, потому что есть другая часть, там когда-то были древнегреческие городополисы. Безусловно, мы с уважением относимся к греческой части истории Крыма. Но любая попытка изменения названия Крыма является абсолютно неправомерным действием оккупационной власти. Во-первых, Крым называется так в Конституции Украины. Согласно этому, именно как автономную республику Крым его знает международное право. Все документы и резолюции международных организаций подтверждают территориальную целостность Украины и то, что автономная республика Крым является частью территории Украины. Все эти предложения не имеют ничего общего с реальностью. Это касается напрямую официального названия полуострова. Что касается обхода санкций за возможного изменения названия полуострова, я не думаю, что это реально, поскольку в мире все понимают, что мы говорим об автономной республике Крым, которая входит в состав Украины. И санкции международным сообществом введены против России за то, что она является оккупантом украинской территории и временно осуществляет контроль над ней. Россия после завершения строительства Крымского моста блокирует судоходство через пролив. По данным экспертов, ухудшилась экологическая ситуация в акватории Черного и Азовского морей. Все это вместе несет с собой много различных угроз. Есть такая инициатива, чтобы СММ ОБСЕ, который имеет мандат мониторинга на всю территорию Украины, осуществляла это также и в Крыму. Каковы шансы на то, чтобы СММ могла мониторить ситуацию хотя бы в акватории Черного и Азовского морей? Безусловно, механизмы международных мониторинговых миссий должны распространяться на всю территорию Украины. В частности, деятельность СММ ОБСЕ и международной мониторинговой миссии ООН по правам человека должны распространяться и на территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь. То есть, Российская Федерация в конце концов как государство-оккупант должна впустить их туда согласно украинскому законодательству, через украинские пункты контроля въезда и выезда на полуостров, и эти организации должны полноценно работать в Крыму. Распространение мандата и деятельности международных миссий в Азовском море – это вопрос, который надо обсуждать, и надо подумать, каким образом это можно сделать. Свидетельства о милитаризации Крыма будут фактором усиления санкционного режима против России. Украинская газгидрография несколько дней назад сообщила о необходимости инициирования переговоров относительно разграничения морских границ между Украиной и Россией. Это вообще возможно в нынешних условиях? Мы будем встречаться с представителями газгидрографии в ближайшее время и будем обсуждать этот вопрос. Сегодня статус Азовского моря определен соответствующим двусторонним соглашением Украины и России. Этот тезис интересен для обсуждения и надо подумать, как дальше действовать в этом направлении. Как можно бороться на международной арене с милитаризацией Крыма и Россией? Украина постоянно информирует о том, что Крым – очень серьезная точка на карте для милитаризации и Российская Федерация очень серьезно это использует. В Крыму есть места, где можно хранить ядерное оружие. В Крыму же дислоцируются военные корабли, которые могут нести ракеты на дальность более 2000 км. В Крыму же есть береговые ракетные комплексы БАУ, Бастион. Рассматривается вопрос создания отдельной бригады искандеров. Даже без использования морских средств, военных кораблей, только наземными ракетными комплексами Россия может простреливать все морское пространство региона и попадать в цель. Теоретически, это могут быть цели и на территории стран НАТО и ЕС. То есть Крым в той или иной степени обеспечивает России контроль над всем Азово-Черноморским регионом. Можно также вспомнить о российских ракетах «Калибр», которые запускались с Каспийского моря и попадали в цели на территории Сирии. Украина собирает и документирует эту информацию. Много западных государств говорили, что факты и свидетельства об усилении милитаризации Крымского полуострова будут фактором усиления санкционного режима. Все страны региона принимают это во внимание и понимают, к каким потенциальным угрозам это может привести. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...